43-й Псалом Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какой ты садил в одни их, в одни древние. Ты рукой твоей истребил народы, а их насадил. Поразил племена и узнал их, но они не мечом своим преобразили дема, и не их мечта спасла их. Твоя бесница, и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволит с ней. Боже, царь мой, ты и тот же, даруй спасение якову. Собой избадаем врагами врагов наших, по имя твое покрым ногами восстающих на нас. Ибо не налог мой убавали, и не меч мой спаси. Оль, слышно, Игнать Тихонича? Сейчас я его перекору, перезапущу. Поруканье живище вокруг нас. То есть, а у нас плечи между народами, покрываем, говорю, между этими семейниками. Все эти дни со сравнением мы передо мной. И все, что открывает лицо мое, от твоего сопоносителя и криметника, от взора света и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя, и не нарушили завета твоего. Не отступило нас от сердца наше, и все помощи не уклонились от пути твоего. Когда ты сокрушил нас в земле драконов, и покрыл нас все несмертные. Если бы мы забыли имя Бога нашего, и просили руки наших Бога тяжелых, то не взбускай любви к нему Богу, ибо Он знает тайное сердце. Но за тебя он мешает нас в теки день, считает нас завет, обреченных на заклании. Восстань, что скишь, Господь, пробудись, не отынь навсегда. Для чего скрываешь лицо, забываешь и внетение наше. Ибо душа наша в нишу до праха утроба наша прильнула в земле. Восстань на помощь нам, и избавь нас ради милости твоей. Извелось из сердца моего слово благое. Я говорю, кресть моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекрасней, сынов человеческих, благодать извелась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славой твоей и красотой твоей. И всем украшения твоим поспеши. Восстань на колесницу ради истины, и кротости, и правды. И здесьница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, сильные, народы пладут перед тобою. Они сердца врагов царя. Престол твой Божий во веке жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, или им радости, более соучастников твоей. Все одежды твои, как смирно и алой, и кассия, и чертога в слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей, межпочетными у тебя, встала царица деснуя тебя в афирском золоте. Слыши, чей, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И возжевает царь красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему. И дождь тиро с дарами, и богатейшие народа будут умолять лицо твое. Вся слава с черри царя внутри, одежда ее сшита золотом. Испешленная одежда ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, к подруге ее. Привозится с весельем и ликованием. Будет чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князями по всей земле. Сделай имя твое памятным в Ротлеру, посему народу будут славить тебя во веки и веки. Слава нам прибежища и сила, скорый помощник беда. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются волны, воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царство, Всевышний дал глаз свой и растаялась земля. Господь сел с нами, Бог веякова застопит наш. Придите и увидите дела Господа, как и произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесница сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народа, превознесен на земле. Господь сел с нами, застопит наш Бог и Якова. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки вековами. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой и Господь Иисус Христос по Своему в любви сошел на землю и опросился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня, благодатью Твою. Молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и дать, но более дело. Ей многие щедроты и неизлечены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. И так, если вера в Тебе спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да бой пруще всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я ведь причастником слава Твою вечную. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Ну, что отторг меня от Твоих руки ограды, ну или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя и Тебя так же, как возлюбил я, когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился в сатане Прещающего. А особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога, и Иосифа Христа, в ваши дни жизни, ныне и всегда, веки веку. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хоронить мои бедные души и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невыздержание мое, не дай возможности злому демону починить меня себе и преобладание этого смертного тела. Возьми крепко, несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Сатангел Божий, хранитель, покровитель, бедному зашвитеру, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронесли Бога никаким грехом. И молись за меня, Господи, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычца, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгоняя от меня смиренно, несчастно раба Твоего, уныния, забвений, неразумия, нерогения, удаляется скверной, мухавой и хольной помыслой из закаянного моего сердца и помраченного ума и погаси клави меня страстей, ибо я Бог несчастен. Избарь с меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и отповоди меня от всех изодеяний, ибо Тебя благословляет все роды и по чистой имя Твое славится во веки вечной. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас святые угодники Божии Игнатий Владимир Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем в скором помощниках молитвом о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, обрадуйся, Мария, Господь, с Тобою, благословен и благословен и благословен с чрева Твоего. Я родилась и Христа спасаясь, Барителя, душа нашим, непобедимой божественной силы, честного жертвования, Творящего Креста Господни, не оставив нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое сохраняя Крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, помил Отца Матухом и родители и сродни и благодетели митрополита Азариона, епископа Этихи, Вениамина, Агафан, Градиамина, Тихона, Антония, Священария Ахима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима Зосима, Алифия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диакона Февгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, гнидиста Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона и весь священний и инощий скучин и высший служитель миссионеров, христианам, язычникам, юндеям, мусульманам и буддистам и дайм дальше священникам если угодно тебе смири власти воин твоих и вреди страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей и мудрейся издавать добрые законы дабы дали достойно жить людям дабы было еще уделять нуждающимся и сохрани их от покушения на них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эльдогена Амана и дару мира Израилю России Украине Сирии где война идет Их научиться В этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. Защити жилища нашей селения от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Сиротима, Владимира обратив. Благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа, Причи добрых жителей с детьми, любящим и знающим закон Твой и уставы Твоей. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадович, Виктору, Сергею, 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 Людмилу, Нину, Алимпину. Побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду. Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Арафирь, Езру. Русика и Тимура, Арафирь, Оставь. Спасибо и помилуй Сергея, Сергея, Александра, Александра. Кому вы развестили слово истины, дадаст добильный плод семя, брошенное в землю. Аллилуйя. Возри на угрозы врагов, на все пакости, какие они творятся. Закрой их лживые уста. Не дай им погибнуть, и в судный день не помяни их безумия. Ты уже даешь облегчение, Господи, от них. Слава Тебе. Примири их с нами по благодати Твоей. И посети тех, кто заботится о нас. Воздаем добро. И отступников найди, Господи, устраши и приведи их на путь спасения. Николая, Михаила, Александра, Максима, Благослови. И от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игорева. И все наше родство. Обрати и нагли в твою сторону, и Господи. Отвлеки их от мира. Изакия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующие, говорит, Раиса, Виктора. Посети болящих. Дай им силу перенести страдания. Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Алексея, Игоря. Валентина, Валентина, Татьяну, Татьяну, Нианилу, Нианилу. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу человека. Слава тебе. И сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. И трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Александра, Андрея, Андрея. Виктория, Вячеслава и все содружество ее. Виталия, Елену, Анатолию. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Будь милостив к нам, Господи. И сохрани это наше содружество. Мы так нужны друг другу в этих трудах и молитвах. Слава тебе. Упокой, Господи, в обители небесных собших, отец и братьев наших, родителей, родников, благодетелей. Иного представлено изобретение. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу. На земле мир, человек, и благодоволение. Аллилуйя. Слава тебе, Божий наш, слава тебе. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который данный веру в тебя, страх пред тобой и ожидание суда Божиим. Благодарю тебя, Господи Божий наш, за тот день, в который данный Святой Библию. И указал на толкование святых отцов и на каменной церкви, как на истину. Аллилуйя. Святая Госпожа Богородица, Трисна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спасти нас молитвами своими. Господи, воздай добро мы здесь и в Вещнице. Всем помогавший нам путешествие нашим. Благосовья Николая, Виктора, Павла, Динаидов, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежды. Ангел Христов, храните, мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебе, мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Помилуй нас, Господи. Прошу тебя, мой ангел, не покинешь смертный сейчас, когда душа будет разрушаться от тела. И душу мою проведи по бытарству, страшному и непонятному. И введя навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ангел Христов, не покинь нас. Иоанн Христитель, претеща Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не ростать, никому не завидовать, быть во всем экономным. Каждому дару и жилье Сергею говорим. Святитель Христов, не повод, мерзлитесь и чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пороки Божии Илья и Алексея. Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоф, Аарон, Мой, Иосиф, Патриарх. Идец, Заниеме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Вару, Казики, Иль, Осия и Аиль. Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Утрих и Павлов, Михея, Авраам, Исааки, Аков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою. Да бы день прихода этого нашего отшествия не застал нас не готова бы. Но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Сурубимы и Серафимы, все небесные силы, престолы Божьей, предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и Матвей, и Марк, и Рука, и Иоанн. Да дарят Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них выдумывали жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Паликарм Смирский, Юстин, Пилосов, Касмай, Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анкин Бекомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, царь Николая, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Артиму, Вениамину, Дайвера и устрашие родители с заложенной воспитанием. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Леон Фотоусов, Анасий Великий и Фрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний Пеодосий, Кармиль и Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Савовский, Антамульский, Антонштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет и все перевозчики смещенного писания. Молите Бога о нас, восохранить нас Господь в святой православной вере, Анзама, Серитиков, Разруши, Развей и мечток преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёпа первомущница, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепятуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Анина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроний, Кьюни, Киприяна, Устина, Годарю Господь женам послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправки покорилась долина, Семеновская, Евгений, Надежды, Людмилы и Анны. Преприми нашу молитву, разъяне, алют, ажи от увечения, возрухания, приятная перед Трестовым благодатью Твою Господи, и соедини молитву нашу с молитвой у всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ранеголгофских страданий Твоих, Сына Твоего и Ненародного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, ради пролитой крови Твоего и здоровья человечества. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молимся о них, спасти их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аминь. Доброе утро всем. Сергей, Павлович, подойди-ка поближе. Слушаю. Так, что случилось? Почему тебя не было так долго? Не услышал будильник. Какой вывод из этого делаешь? Уши надо мыть с вечера, наверное. Знаешь, раньше такая передача была, Тарапунька и Штепсель. Ну, и он тебе говорит что-то, и Тарап прыгнул, говорит, провалился, ты ползопал. Он говорит, ты какой вывод делаешь? А вы крепче делать надо. Гнилые, говорят. Так вот, давай-ка мы до конца договорим. Ты понимаешь, что на тебе это все висит? И тут сразу разговор начался. А кого поставить? А кто поднесет? Ты сделай это сегодня, не завтра, а сегодня. Вот нам говорят, ну, я скажу, там, не Аниела, там, Глушкова, другие. Ну, а вы с батюшкой уйдете, умрете. Что тут будет? Вот просто дает. А ответ в интернете дает, Игнатий, все на вас держится, все это рухнет и потеряете, и еще не будет. А мой ответ такой, откуда нам сдать? Может, еще лучше будет? Нам-то привыкли люди. А здесь надо самого себя, может, кому-то ломать. Когда побивали Стефана и побили, был плащ, написано большой. Но кто знал, что будет замена во много раз больше, чем сам Стефан? Стерекшая одежда, один из гонителей, притом искренне верующих, фарисея от фарисея, сделается апостолом Павлом. И он сам не знал, что ему имя другое будет дано. И 14 посланий, и известность по всему миру, а не только среди еврейского народа. Из ревнителей еврейской веры, он сделался ревнителем веры во Христа. Все закрыто от всех. Итак, сегодня ты сейчас все сделаешь, как надо, досчитаешь до изнеможения. А вот, Виталий не уходи, попутай Виталию. У вас в Омске время в Новосибирске, так сказать, то же, что в Новосибирске, у нас... У вас разница с Москвой, Виталий, на сколько? Покажи пальцами. Три часа, три часа. Сейчас это уже ближе всего. Значит, я тут не знаю, где кто находится, но, может, я и не прав. Мне кажется, ты должен принять от него эту эстапету. А что именно принять? Занятия вести. Занятия. Остальное тут уже ты не сделаешь. Потому что Виталий, Виталий, говорю, Сергей, машина куда привезти, он знает все ходы-выходы, поедет, привезет и Евангелие, развезет и... Ну, то есть, это кого-то можно найти. Даже можно такси нанять. А здесь никак. И он должен все данные тебе выдать. И всех, которые у нас на молитве, и здесь... Ну, кого-то у нас тут пять человек. Вот. А на занятиях шестнадцать. С нами вместе, считая. Ты должен на это все взять. Ты не знаешь чего? Я тебе скинусь после... Вот как кончится, напомни, какие слова я... У меня заготовка на все есть. Которые люди приходят. Что делать? Я бы сказал вчера, одного записал. Движону же с женой сидит вчера здесь на занятиях. Вчера ко мне зашли люди из трех регионов. Днепр, Дзержинск. Ясно, что это Украина. Другой Комсоморск на Амуре. И все приходит через Ютуб. Ютуб из всех. Там, Твиттер и Фейсбуке. Я их даже не захожу. Живой журнал. Хвалят, хвалят. Я даже контакты не сравниваю с Mail.ru. Но и через Mail.ru тут не мало кто приходит. По-моему, ты отдумаешь сейчас вот это все? Тебе надо только подрихтовать себя на один час. А когда? Сколько? Откуда я знаю? Может, кого-то и огорчить придется. У меня... Помолитесь, чтобы у меня тут неприятность такая, сказать, немаловажная. Когда у меня заполыхало на экране все пламенем. Волнами красное, сине, зеленое. Ни одной кнопки не работает. Нажимаю на клавиатуре, не работает. У меня паника какая была. А это ночь. Ну, ночь, я вижу на четыре часа разница. Выходит у меня три часа. А там, в Москве, меньше. Одиннадцать. Я сразу звоню Вячеславу. Вячеслав сделал так. А дальше-то Вячеслав дает мне знать, кто тут делал что. Я по телефону позвонил ему. Кто должен сюда выйти и делать-то? Я же после него-то должен когда разобраться, как он делал. Я звоню человеку, который в одной временной форме с нами. Он мне отвечает. Я снова звоню, снова. И даже не понимаю, что у него другая... Просто я не вижу, не слышу ее. Мне сделать надо, чтобы не сгорел компьютер. Ночь. А у него та же самая временная форма, та же... У него три часа, как и у меня здесь. И он отдыхает, и я его бужу. Ну и так разобраться-то ничего особенного и нету. Я никогда никому не делаю. Ну, вообще не звоню. Ну, тут я за телефон взялся. Утром я звоню этому человеку. Та же самая временная форма. Знаю, что он встает позже. Звонки, короткие сигналы. Никогда у меня потеет. Это не пацанат. Там звонишь, он не отвечает, и все. Я снова звоню ему. Снова. Только короткие звонки. Я говорю, он меня заблокировал. Да не может быть. Он столько сделал. Настолько добрый человек. Но для меня сразу высветалось. Значит, что? Или всю ночь на молитве был, только прилег. Или вообще не молится. В ночной молитве. А это что? Это пренебрежение собраниями и прочее. То есть доброта в ином плане. На занятиях никогда его нету. Никогда. И вдруг он меня заблокировал. И я сразу это понял. И вчера здесь, когда собрались у меня люди, я говорю, такое у меня подозрение нехорошее. Ну, не может быть. Я ему обязан. Даже высказать нельзя, сколько он всего сделал, покупал. Притом тайно все делает. И вчера говорили, и почти сошлось оно о том, что он меня заблокировал. Теперь мне нужно в ноги только падать. Я сто раз упаду, прости. Я вопрос сделал нечаянно, а дальше паника. У меня, если компьютер сгорает, это ясное дело, что? Не надо забывать. 43 миллиона просмотров. 43 тысячи 600 подписчиков. Это все закрыто. Я же все не начал. Вот я начал. Встал на молитву. На молитву встал, да. 5 минут первого. 5 минут первого я уже работаю в интернете. Повторяю, 5 минут первого по нашему времени. Я должен помолиться. Володя лежит тут, Надежда. В первую очередь от своих, кто есть. А дальше начинаю разборы. Пришлось только заблокировать, которые сглодея не меньше 7 человек сегодня. Просто лавиной идут. Всякие пакости пишут. Ну, что можно сказать от пропилия златоуста-то? Магярками. То есть полное безумие. Я ничего не могу сделать. Господь сделает когда-то. Но помолитесь, чтобы тот человек, я не хочу называть, кто-то и догадается. Никому не говори, что догадался. Я ему обязан, не выскажи шкаф. Он мастер. Он высокого уровня программист. Работает. Это его хлеб. Он работает, закончил университет и прочее. По этому делу. Интуитивно находит многое. Талантливый. И доброта его безграничная. И вот одним только подъемом. И все. Притом я прошу прощения. Я даже не могу выйти на прощение. И все раз, чтобы нужно было связаться, через другой телефон другой человек связался. И он говорит, у него голос недовольный. И я понял, что мои предположения правильные. Мне нужно, чтобы Господь смягчил его сердце. Я виноват на 100%. Я не посмотрел даже на часы. Я это говорил в ужасе. Что у меня все сгорает. Я никогда не видел. Кто может видел, когда экран весь полыхает огнем и полосами идет. И ни одной кнопки ничего нет. И выключить не могу. Можно нет, выдернуть его из сети. Не реагирует компьютер ничего. У меня же процессор огромный. Все как сделано. Что делать-то дальше-то? И почему это случилось? Когда я тут писал. В ворде не могу даже букву написать. В ворде буквы-то никогда не было. И вышел на Вячеслава уже утром. Вячеслав говорит, проверит, не запала ли какая-нибудь клавиша. Я начал все подряд трепать. Нет, ничего нет. И дальше он начал меня... Но он-то не знает Виталий. Теперь я его завожу на свой... Виталий, я говорю, Вячеслав, и он мне все эти, там, что делает. И наконец у меня заработало. Заработало. А они проверили автозапись у меня. Вчера вечером только автозапись. Приехал программист другой. Надо. Вячеслав, этот... Вячеслав подсказал, кто как он знает всех программистов наших, он должен приехать. И только тут уже во время звонка сказали, что о ком я говорю, и я не довольный голос. Ну, тогда... Нет, что учиться, я знаю. Но я не для себя делал-то. И чтобы звонить... Вот этот ночной звонок для некоторых, он смертельный. Они никогда не встают ночью на молитву. Это даже гадать не надо. И он, несмотря на свою доброту, в опасном положении находится. Очень опасном. Тем более, я этого человека знаю с молодых, как говорится, ногтей. Все у него хорошо. Но нигде, нигде не участвует. Ни занять их никогда. И делать это нельзя. Он отторгает. Почему? Он скромный, скромняга. Но здесь все упирается в свое я. И человек, может, этого не знает. О чем помолиться? Об этом. Чтобы он вошел в дело Божие. Может, он делает больше другого. Но в данный момент именно вот так. Это все. Я под этим прессом нахожусь все ростовый день. Потерять его для меня это очень много. Хотя замена почти рядом. Почти рядом. Есть, например, уже люди, которые могут помочь. Вот я вступление сделал, потому что необходимо вам было сделать. Так, Виталий, сегодня я тебе скину, какие я другим. И вот эту должен взять. И все, которые я скину, каким образом заходить в скайп на занятия. То есть Сергей должен взять и опробовать когда-то на ком-то. Все. Сергей пусть ведется дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует...